Он сделал эту рыболовную прикормку и давай тягать рыбу, а я сижу смотрю, елы-палы, блин, приветствую вас любителя рыболовных приключений. Ровно 4 года назад выехал я на рыбалку, на федерок, посидеть, половить речных монстров, но рыба напрочь отказывалась клевать. Зато рядом сидел опытный дедуля, лет наверное за 65 точно ему уже было, и исправно ловил красивых рыбешек. Линь 2200, пару линьков по 500, я был дико удивлен, а снастка какая у него была, это просто, я даже не знаю, я что привык там по фэншу и метровые поводки, а он делал все по старинке, и прикормка у него была самодельная, дома забодяжил, пришел и давай ловить. Но как это происходило, я заснял видео, хоть и было 4 года назад, качество вроде бы смотребельное, по этому поводу, кто собирается на рыбалку, не знает как сделать самодельную прикормку, которая показывает шикарные результаты на реках и озерах, я вам сейчас покажу и расскажу. И как она действует? А вот снимаешь, вот, раскручу, и пошел, и мотаешь, и вот он по воду. Вот такой коротенький, да? Вот. Сколько он там сантиметров в 10? Ну-ну-ну. Вот такие. На короткие поводки лучше, сделаешь короткие, и тогда клюют более-менее. Вот так. Понятно. Ну, логично, говорит, смысл какой. Говорит, кормушка с прикормкой здесь лежит, а поводок где-то там. Ага. Рыба же идет сюда к корму же. Я вот стоял там вот, а слева стал парень, и он по науке, значит, пять кормушек. Я никогда не закармливал, никогда. Я вот про этого парня говорю. Ну-ну. Пришел пять кормушек, пух, 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 одно за другой. А как раз в понедельник дело было. Я говорю, что ты там бросаешь? Говорит, тут за выходные ему полтонны припормки на педали. Говорит. Ну, по науке я правил от пяти кормушек, ну, давай. Я вытащил пару лесика таких, грамм по семьсот уже. Говорю, ну, как дела? Да, ну, заебало, вот эти вот, говорит, говно вот это. А, мелочь эта подошла? Да, я говорю. Я говорю, правильно ты же ей набросал. А мелочь, она шустрая. Ага. И мелочь там крутится тебе, доубет и не дает нормальной рыбе. Говорю, вот и все. Вот. И он постоял еще часика-полтора, собрался. Это, кстати, как раз было, когда я вот этих линейк имал. А, ну, ну, ладно. Он только уезжать начал, я первого и потом пошлил. Вот, берется пшено, полкилограмма пшена, высыпается в кастрюлю, заливается водой, вода, чтобы на сантиметра два была выше пшена. И начинаем на медленном огне варить. Когда, говорит, она уже станет мягкая, тогда, говорит, засыпаем туда геркулесовые хлопья на полкилограмма пшенки, где-то 150 грамм хлопьев. И даем настояться. Потом, говорит, это все дело мешаем, мешаем. И, говорит, добавляем ложку муки, чтобы она была более липкая такая. Все. Потом соска, пружинка такая, ну, знаете, что такое соска. Туда клыть-клыть, поводок, говорит, сантиметров 5-10. И в воду. Никогда, говорит, место не закармливаю. Сразу закинул, говорит, и сижу ловлю. Понравилось видео, можешь бахнуть лайк. Есть что сказать, пиши в комментарии. Канал Рыболовные приключения. Видео выходит каждый день. Подпишись и завтра встретимся вновь. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.